Важно же не только освоить деньги, а важно, чтобы это было востребовано, чтобы это улучшало качество жизни в каждом селе, в каждом населенном пункте. Во вторник, 15 декабря, в администрации Приморского края прошла онлайн-конференция, посвященная итогам реализации национальных проектов края. Особое внимание председатель правительства Приморья Вера Щербина уделила развитию здравоохранения в 2021 году. Она отметила, что в Приморье на борьбу с коронавирусной инфекцией направлено уже более 14 миллиардов рублей. Средства идут на доплаты медицинским работникам, приобретение расходных материалов и лекарств. Кроме того, в крае разрабатываются нестандартные методы взаимодействия с пациентами. Нестандартные схемы – это когда Почта России будет проводить социальные опросы среди населения, обрабатывать их будут в больнице. И, собственно говоря, таким образом мы хотели бы поставить под наблюдение именно хроников. И чтобы в диалоге с ними сотрудники Почты России наблюдали, насколько они лечатся, принимают ли назначенные лекарства и так далее. То есть в этой части мы первые в Российской Федерации с таким проектом социального воздействия. Поэтому мы все-таки считаем, что он нам даст результат. Также на конференции озвучили список объектов, которые появятся в 2021 году. Председатель правительства Приморья рассказала, что в будущем году планируется создание почти 180 объектов по 8 национальным проектам. В них ходят такие направления, как демография, безопасные и качественные автомобильные дороги, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология и культура. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.